Настроим GPIO 15 как вход и считаем значение с этого пина. Для этого создадим новый файл. На этот раз прямо в VS Code. Щелкаем правой кнопкой мыши в дерево папки Documents. Выбираем New File. У нас все так же идет первое занятие. Это второй скрипт. Назовем его Input. И не забудем расширение .py. Нажимаем Enter. Файл создается и открывается. Импортируем модуль RPI для работы с GPIO. Как GPIO. Настраиваем режим обращения к пинам. Настраиваем GPIO 15 как вход. Теперь в бесконечном цикле вайл будем считывать значение с GPIO 15 и выводить его в консоль команды print. По традиции нажимаем Ctrl F5. Наш новый скрипт запущен и выводит в консоль бесконечные единицы. Несмотря на то, что к пину GPIO 15 ничего не подключено. Все дело во внутренней подтяжке к питанию через 50 кОм, выбранной по умолчанию. Чтобы пояснить это заклинание, нарисую две схемы. Малинка гарантированно считывает 0, если подаваемое на вход напряжение лежит в диапазоне от 0 до 0,8 вольт. И гарантированно считывает единицу, если напряжение от 2 до 3,3 вольт. В наших интересах собирать схемы таким образом, чтобы на вход подавалось либо почти 0 вольт, либо почти 3,3. В этих случаях ошибки чтения будут минимальны. А если подаваемое на вход напряжение будет гулять в районе 1,8 вольт, то мы получим сразу целых две проблемы. Во-первых, само значение будет неточным. А во-вторых, оно будет постоянно меняться с 0 на 1 и наоборот. Писать какой-то код, основываясь на таких значениях, не очень удобно. Ни к чему не подключенные входы могут ловить наводки, отработающие по соседству мощных электроприборов. Как раз в таких случаях напряжение на входе может попадать в нестабильную область. И считываемость входа значения может дребезжать. Что бы этого ни происходило, на печатной плате или прямо внутри чипа вход подключают к питанию через достаточно большой резистор. Для того, чтобы с одной стороны гарантировать наличие 3,3 вольта при неподключенном контакте, а с другой стороны ограничить ток при подключении входа к земле. Давайте и наш GPIO-15 подключим к земле и посмотрим, что при этом сочетает интерпретатор Python. Землю возьмем прямо по соседству. Как и ожидалось, при подключении входа к земле интерпретатор считывает 0. Давайте убедимся в том, что он считывает единицу, если подать на вход 3,3 вольта. Единица. Теперь давайте остановим наш скрипт, немного пересоберем схему и будем включать либо выключать светодиод в зависимости от напряжения на входе GPIO-15. Чтобы остановить бесконечный цикл, нужно поставить курсор в терминал и вызвать клавиатурное сокращение, нажав клавиши Ctrl-C. Вызовется прерывание с клавиатуры и скрипт будет остановлен. Если после бесконечных нолей и единиц, выведенных в консоль, Visual Studio начинает подглючивать, смело закрывайте его и открывайте заново. Не тратьте время. Займемся схемой. Отключим проводок, тянущий GPIO-15 к земле. Передвинем землю светодиода вправо. Перебросим землю с одного блока макетной платы на другой. Подключим на GPIO-15 длинный провод мама-папа. Притянем GPIO-15 к земле через резистор 1 кОм. Подключим длинный провод мама-папа к неуправляемым 3,3 вольтам. Вместо того, чтобы выводить считанность GPIO-15 значения в консоль, подадим его на светодиод, то есть на GPIO-14. И запустим обновленный скрипт уже привычным Ctrl-F5. Кажется, что-то мы сделали не так. Если обратить внимание на трейсбэк и внимательно прочитать ошибку, то все становится ясно. Мы пытаемся вывести значения на канал, которые не настроили как выход. Мы с вами уже знаем, как это исправить. Ctrl-F5. Теперь скрипт работает, а светодиод не горит. Проверим, загорится ли он, если мы подадим на GPIO-15 3,3 вольта. Горит. Не горит. Давайте зарисуем схему, которая у нас с вами получилась. С виду наша новая схема работает точно так же, как схема из первого упражнения. Подключаем проводок, светодиод загорается. Отключаем проводок, светодиод гаснет. Но если в первом упражнении была аналоговая схема, то эта, уже цифровая, вместо нашей руки, подающей и убирающей напряжение, может стоять датчик. Например, датчик освещенности. Напряжением он может подать команду светодиоду включиться и осветить вашу террасу. Автоматически. Добро пожаловать в 21 век. Жить здесь, несомненно, удобно. А когда знаешь, что происходит, еще и очень интересно. Ну что ж, у меня на этом все. Теперь дело за вами. Подключайте малинки, соединяйте провода и зажигайте. Удачи! Продолжение следует...